Здравствуйте Стрельцы! Это будет прогноз на июнь. Мы будем делать с вами на Тару иллюминатов этот расклад. Будем смотреть основные сферы, работу, финансы, домашние и семейные отношения с вашими близкими, родственниками, общее самочувствие, больше как в плане эмоционального состояния какого-то и совет с антисоретом. Любовные такие вот какие-то моменты и акценты. Все-таки в Совете Купидона в этом месяце я и для парных людей, и для свободных основные моменты вроде бы как посмотрела. Поэтому пересматривать ситуацию не вижу смысла. Так, Стрельцы в июне. Для вас. Так, июнь. В работе и делах. Сама атмосфера в работе в июне у Стрельцов. Смерть. Ладно, так сейчас смотрим. Окружение, люди, начальство, коллеги, клиенты. Рыцарь Кубков. Вы сами в работе. Ну, как вы будете работать, насколько вы будете энергичны, там, такой вот весь атмосфера-то, да. Ну, что я вам хочу сказать. А, нет, ну, кто-то может, если, например, вы только устроились на работу, да, устроитесь в июне, или будете менять работу, тогда как бы смерть нормальна. На поиск работы, конечно, сложная карта, честно скажу. Хотя у вас, вот видите, как тут под зубом пентаклей человек. Я хочу, да, я могу, там, дайте мне. Вот смотрите, я какой, да, талантливый, готовый работать. Ну, вот старший аркан, он же иногда нас так давит, этот тринадцатый аркан, конечно. И заставляет нас немножко переживать. Хотя я смотрю под зубом пентаклей, едва ли вы будете сильно так переживать. Вы будете просто стараться, всячески стараться. Для тех, кто работает, атмосфера по карте смерть, безусловно, несет перемены. В руководстве кто-то может поменяться, кого-то могут убрать, что-то может такое произойти, хотя я думаю, здесь бы это больше было. Но атмосфера все равно гнетущая, назовем так, это вот коротко. Гнетущая в чем-то. Не знаю в чем. Хотя, вот видите, коллеги по работе, да, клиенты, начальство, ну, принц кубков, ну, люди как-то разговаривают, люди душевные, люди мягкие достаточно. Вы, человек, у которого есть какие-то мысли, идеи, ну, распредложения, может быть, по тузу пентаклей, да, вы готовы работать, вы готовы вкладываться, вы готовы, ну, все свои таланты, старания применять. Ну, что-то как-то вот здесь немножко могут быть просто не совсем легкие перемены, потому что смерть несет перемены всегда, изменения всегда, или немножко нас как давит. Смотрим по финансам у стрельцов. Так, финансы, что в июне у стрельцов по деньгам? Принцесса Пентакли, нет, ну, денежки-то вы без денег сидеть не будете. Правда, принцесса Пентакли, она нам много не дает, но все равно. А, нет, вы знаете, кто-то все-таки, вот кто-то устроится на новую работу или поменяет работу. Насчет дополнительной, не знаю, здесь вот такой двойственности я не вижу, но принцесса Пентакли может означать новый источник дохода, какие-то денежки, пусть небольшие, но дополнительные. Может быть, сама атмосфера такова, что просто вот все это как-то тяжело, хотя вы справитесь. Принцесса Пентакли, в общем, денежки хорошие. Так, в семье и в отношениях с родственниками, наши родители, дети, близкие родственники, близкие друзья, которые в нашем кругу находятся. В июне у стрельцов сама атмосфера королевы Пентакли очень спокойная такая, видите, как изобильная у нее, посмотрите, все, она держит все в своих руках. Не исключено, что у вас в доме, в семье женщина держит, не знаю, кто это, допустим, если вы стрельц-мужчина, ваша жена или, например, мать ваша, то есть понятно, что женщина старше, ну, очень хозяйственная. И вот атмосфера такая действительно как бы богатого дома, спокойных таких взаимоотношений, ну, не знаю, выглядит очень пока вот привлекательно. И уж для дома такое вот изобилие и умение всем этим управлять, за всем этим вовремя и грамотно ухаживать, этот цветущий сад, вот эти все плоды, которые мы имеем, конечно же, это всегда приятно. Ну, я бы сказала, спокойная атмосфера. Так, смотрим теперь, как ваши близкие, родственники там, что они, как они себя ведут с вашей точки зрения, безусловно, семерка Пентакли. Могут что-то там, не знаю, что-то ждать, могут с чем-то немножечко тянуть, могут заниматься, мне кажется, знаете как, вот в этом месяце никто, каждый занимается своим делом, да, причем так вот, как бы человек занят, человек хлопочет, человек что-то там, ему, так, мне еще вот это надо. То есть такое вот атмосфера труда, атмосфера, ну, дел каких-то, которые делаются. И спокойных взаимоотношений. Вы сами стрелец, как вы, ну, себя ведете в своей семье в этом месяце. У вас все Пентакли, дорогие стрельцы, шестерка Пентакли. Вы стараетесь помогать, помогать, помогать. Когда вам нужна помощь, обращаетесь за помощью, видимо. Но в этом месяце хочу вам заметить, стрельцы, с учетом всех этих Пентаклей, и мы говорим об отношениях в семье с родственниками, да, очень много каких-то бытовых хлопот, забот, какая-то как будто вот наведение какого-то порядка, приведение в порядок каких-то дел, может быть, финансовых, может быть, ну, чисто так по дому, по хозяйству, по быту. Бытовые какие-то вопросы решаются очень благополучно и хорошо. Так, ладно, нет, ну, здесь все очень хорошо, благоприятные такие карты все. Так, смотрим мы с вами. Что мы смотрим? Ваше эмоциональное состояние и общее самочувствие. Восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов, конечно, карта неплохая, но это карта быстро протекающих процессов, когда у нас, ну, допустим, чуть там у нас, мы подпростыли, сопли начались, но также быстро там все это прошло моментально, то есть раз и пролетело. Плоха она только тогда, когда человек, допустим, болеет, и есть риск, что все это быстро, например, усугубится. Ну, в общем раскладе мы будем просто говорить об эмоциональном состоянии, ну, это какой-то такой вот подъем, активность. Эмоционально, ну, оптимистичны вы достаточно в этом месяце, стрельцы, что там говорить. Так, смотрим совет карт. Вот совет стрельцам, и что они рекомендуют, этого надо избегать. Ну, я бы в ключе этих карт, которые вышли, сказала бы, что, конечно, быт, конечно, дела, это все важно. Да, это очень хорошо, это правильно, и надо иногда этим заниматься вплотную, но, понимаете, дела делами, дом домом, взаимоотношения с кем-то из близких, надо бы их, ну, как-то вот сделать более мягкими, душевными. Это важно. Речь об отношениях все-таки с кем-то. Надо с кем-то поговорить, скажу я вам так. Не надо... Вот если, смотрите, если у вас есть взаимоотношения, я так думаю, все-таки это родственные с кем-то, или дружеские, не исключено, едва ли романтические, что-то как-то сомневаюсь. В общем, есть какой-то человек, с которым бы надо поговорить по душам, объясниться, может быть, помириться. Понимаете? А вы как бы... Упрямо стоите на своем в каких-то вопросах. Не говорю, что во всех, но в каких-то вы стоите просто упрямо на своем. Подумайте об этом, что вам пытаются карты сказать. С кем вас пытаются помирить. На дне колоды у вас в этот момент девятка кубков, дно колоды – это такая вот общая, назовем так, атмосфера месяца. Ну, девятка кубков – карта очень хорошая. Карта все-таки удовольствия, каких-то, не знаю, там и подарков, и приятных моментов, и радости жизни. Так, смотрим все-таки, что у нас здесь. Вот эти перемены могут быть связаны с каким-то... Для кого-то это будут законодательные моменты, которые поменяются. Может быть, вам в тот момент покажется, да елки ты зеленый. Вот они, блин, придумали. Вот это смерть. А потому такая тяжесть. Ну, как бы, знаете, вот когда что-то меняется в законодательной системе, соответственно, меняется у нас в работе. И в руководстве может это поменяться. Так что, хоть здесь принц кубков, но вот это может и руководители могут у кого-то поменять. Может быть, вообще вышестоящие. Как в вашей отрасли. Может быть, не непосредственно ваш руководитель, а все-таки кто-то выше. Так что, стрельцы, вот такой вот месяц, если вы с кем-то не в ладах и продолжаете упорно стоять на своем, не хотите мириться с этим человеком, то, конечно же, примирение, причем такое, ну как, искренне, очень вам рекомендуется. Я вам желаю удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok